Злата Романова. Нежеланная жена. Пролог. «Я хочу перевезти вас в Москву», — объявляет Мурат. «Зачем?» «Затем, что ты моя жена», — четко проговаривает он. «Пора уже начать вести нормальную семейную жизнь». «Ты имеешь в виду, пора уже переезжать в твою спальню?» — смело спрашиваю я. «Прошли те времена, когда я могла позволить себе быть скромной. С Муратом либо прямо, либо никак. Я уже уяснила это на опыте прошлых лет». «И это тоже», — нагло заявляет он. «Я и так слишком долго ждал». «Я истерически смеюсь, потому что в моей душе сейчас царит всепоглощающий ужас и страх за маму, за малыша, за свое будущее. Но выдать их перед этим мужчиной слишком унизительно. Перед моим мужем». «Какое чуждое понятие! Ведь он не настоящий, фиктивный, как мы оба договорились с самого начала». «А теперь вдруг Мурат решил нарушить эту договоренность». «Ты не можешь ставить мне такие условия», — говорю решительно, хотя в голосе проскальзывает предательская дрожь. «Я никогда не соглашалась на настоящий брак. Мы чужие друг другу». «Не ты ли совсем недавно заявляла, что мы семья?» — глумится он. «Моя семья — это мама и Амир. Ты мне никто, Мурат. Муж на бумаге и только». «Это моя мать и мой сын», — Самира. С металлом в голосе чеканит он, морозит меня ледяным взглядом. «Если мы разведемся, они не будут иметь к тебе никакого отношения». «Мать и сын, которых ты навещал раз в год, да я им большая семья, чем ты, когда-либо был». «Не утрируй», — отмахивается от меня Мурат. «Суть в том, что ты или принимаешь мои условия, или убираешься из моего дома». «Никогда я скорее буду побираться, чем стану тебе настоящей женой». «Отлично», — гадко усмехается он. «На это я и надеялся. Если бы не просьбы мамы, я бы тебе и шансы не дал. Или ты думала, что я вдруг воспылал к тебе страстью, принцесса доморощенная? Можешь паковать вещички. Скоро в эту семью войдет новая невестка. Я и так был слишком добр, позволяя тебе жить здесь, учитывая наше прошлое». «Вот и найди. Я не настоящая жена, так что забудь о моем существовании, как делал это до сих пор. Женись и уезжай в Москву с той, кто этого хочет. А мы продолжим жить так, как жили». Он язвительно смеется и меня передергивает от этого звука. «Ты действительно думаешь, что я позволю тебе воспитывать своего сына, когда у него может появиться настоящая мать?» «Он считает меня своей матерью». «Пока он слишком мал, это недоразумение можно исправить. Его матерью будет лишь моя жена, Самира. А тебя он забудет». «Мама не позволит». «Отчаянно цепляюсь за соломинку». «Мама может общаться с тобой, если захочет, но ты больше не будешь с нами жить. Я не собираюсь всю жизнь провести монахом рядом с самовлюбленной девицей, только ради того, чтобы у моего сына была мать. Я найду более достойную женщину на эту роль». «Но никто не будет любить его так, как я». Мой голос осекается, когда предательская слеза бежит по щеке. Я резко вытираю ее, зляясь на саму себя за эту слабость перед ним. Но, к моему удивлению, лед на лице этого монстра разбивается, являя наружу вполне человеческое выражение. «Поэтому я и предложил тебе сохранить наш брак», — говорит Мурат. «Я готов смириться с твоим характером ради сына. Тебе всего лишь нужно выполнять свои супружеские обязанности, и, кроме того, я хочу еще детей, Самира. Мой сын заслуживает узнать, каково это, иметь поддержку брата или сестры. Я совершил ошибку, оставив его на чужую опеку, и хочу исправить ее, пока не стало слишком поздно, и он не вырос с вечно отсутствующим отцом. Тебе решать, хочешь ли ты принимать в этом участие». «Это шантаж», — все еще не веря, качая головой. Мужчина недовольно поджимает губы, глядя на меня, как на дурочку. «Это предложение, причем очень щедрое, Самира. Я — тот, кто проигрывает в этой сделке. В конце концов, именно я — тот мужчина, унижать которого тебе доставляло такое удовольствие. Это не даст мне причин желать тебя в жены, но я всегда был добр к тебе. И хотя таким, как ты, никогда этого не понять, а мне еще жить с тобой всю жизнь, зная, что ничего хорошего, кроме привязанности к моей семье, к тебе нет, я все равно готов пойти на этот шаг. Решай теперь, чего ты хочешь от жизни».